Всем привет! Добро пожаловать во влог на пару! Ой, мам, не закрыла ногу! Ой-ой-ой, кошмар-кошмар! Сейчас меня изнасилуют! Сейчас мы... Не переключайтесь, сейчас мы вернемся! Итак, вопрос! Вопрос от Марины Мироновой, ну, скорее всего, к Ане, потому что я в этом не сильно разбираюсь. Скажите, какая связь между характером и макияжем девушки? Это очень-очень сложный вопрос! Есть куча всяких тестов в разных журналах, всяких женских, так что можно наверняка их пройти, но об этом спорят. Говорят, что если девушка не красится, значит, она в себе уверена. Или если девушка красится, значит, она в себе не уверена. Или если красится ярко, то ей наплевать на оценку окружающих, вот она вся такая яркая. Или если блекла красится, ей наплевать на окружающих, она натуральна. В общем, все всё время спорят. На мой взгляд, просто если девушка красится как-то необычно, или просто следит за модой, ну, и в принципе красится и ухаживает за собой, то это девушка, которая следит и ухаживает за собой, которая думает вообще о себе, ей не наплевать на то, кто она и какая она. Это мне напомнило, знаешь, как по теории Алана Пиза, если человек вот так руки сложил, то значит, он отгораживается от окружающих, а никто не подумал, что он просто замёрз. Да, это очень-очень-очень такой глубокий-глубокий вопрос. Но вот, например, Анджелина Гроссуль, да? Анджела Гроссуль. Анджела Гроссуль написала, что феминистки не бреются, например. Не феминистки бреются. Так я вам очень наглядный пример могу привести. Феминистка и лесбиянка, девушка сейчас, американка, вышла из тени, Ингрид Нильсон. Так она и бреется, и красится, и ходит на модные показы. Это не зависит от того, кем является человек по своим взглядам. И мне кажется, что то... Может, как просто есть чистоплодные люди, и не чистоплодные. Да, да, мне тоже так кажется. Уважающие себя и окружающие, и не уважающие. Мне кажется, от характера это не зависит. И злые девушки красятся ярко, и добрые тоже. Так что... Опять же, Анечка, к тебе вопрос. Как радостно. Светлана Леонова, когда же ты сделаешь порядок в своей бижутерии и покажешь нам? Ну почему мне такие вопросы? Только знаю, что такое. Потому что ты всем сказала, что ты не ряха. Не ряха, с такой ряха и не ряха. Я уже наполовину... Ты свидетель. Я уже наполовину навела порядок. Наполовину. Мы продвигаемся. Ну понимаете, как? У нас сейчас вся жизнь такая клиповая. Мы то одно начинаем делать, то другое начинаем делать. Поэтому, как только всё устаканится и уравновесится, поверьте мне, мы сделаем столько интересных видео. Так что не переключайтесь. Мы обязательно сделаем много всего интересного. Как много нам обещают. У меня тетрадка, я уже говорила, вся исписанная. Я к этому... Хэллоуина должна была много всего сделать. Но у нас тоже, опять же, жизнь вмешалась. И поэтому надеемся на Новый год, что к Новому году что-нибудь сделаем. И коллекцию я тоже постараюсь, попробую сделать к Новому году. Да, следующий вопрос, вопрос, вопрос. Вопрос от Екатерины Графуддиновой. Какая у вас самая любимая цитата из фильма? Ну, столько цитат. У меня столько цитат любимых. Мы очень любим... Ищите женщину. И разговариваем иногда цитатами из этого фильма. Также мы очень любим сериал «Панели пропал». Ширли-Мэрли. Ширли-Мэрли. Друзья сериалов. Из этих фильмов. Ну, друзья это вообще просто, да. Из этих фильмов прям вот все крылатые фразы мы используем постоянно. И иногда разговариваем прям вот этими фразами. И мы в прошлом году вам об этом уже рассказывали. А, ну еще мы очень любим цитаты из фильмов «День радио», «День выборов». Да. В основном вот эти, да. Комедии такие. Пуговицу мы можем найти. Нет. У нас сейчас две. Две проблемы. Минобороны и пуговица. Пуговицу мы найти можем. А с Минобороном мы ничего не можем сделать. Почему-то всегда Аня мне об этом говорит. И потому что я начинаю какую-то вещь говорить. Проблему глобальную какую-то решать. Я говорю, у нас две сейчас проблемы. Минобороны и пуговицу. Пуговицу найти мы можем. Да. Следующий вопрос. Вопрос от Лерочки Леди Мармелад. Это уже не первый раз она этот вопрос задает. Когда вы пойдете менять свои 5С на 6С? Ну, вы же понимаете, когда свободные финансы. А сама пишет. Я зашла, покрутила, покрутила. Решила, подожду седьмого. Вот мы примерно так же. Нет, но у нас, во-первых, финансы мы ждем, когда освободятся. Ну, а во-вторых, вы знаете, вот мы крутим их. Это, конечно, уже второстепенно, когда мы будем уже реально их покупать. Вот мы теперь думаем, 6 плюс или 6. Вот это прям, ну, 6С плюс или 6С? Вообще, ну, насколько я вот для себя представляю. Напишите, пожалуйста, кто за 6 плюс, а кто за 6С плюс. Просто вот. Я представляю себе сейчас, что для нас самое важное всё-таки это камера. Ну, да, потому что мы снимаем, в принципе. Да, остальное всё, в принципе, ну, ничего там такого сверхъестественного не происходит. Я посмотрела сравнение всех камер, начиная от самого первого айфона и заканчивая 6С. Получается, что на нашем пятом С камера очень хорошая. Не, ну, 6С плюс, там ещё лучше камера и стабилизатор есть. Ну, как бы, ладно, камера. Мама теперь, про маму думаем, потому что он всё-таки плюс больше. Там читать удобнее. И там читать удобнее. Мне мелковато, конечно, вот на таком. Да. Вот. Я думала, что мне, в принципе, и этого достаточно. В общем, теперь мы думаем по поводу плюса и не плюса. Но плюс он такой здоровый, что я никак не могу. Я не могу никак свыкнуться. Морально я не могу свыкнуться с таким огромным телефоном. Привыкнешь. Я увидела ваши видеоблогеры, видеоблогеры иностранные. Они все на плюсе. У них ручки поменьше, чем у тебя. Это... У тебя пальчики длинненькие. Назвала мои руки большие. Нет, у тебя пальчики длинненькие. Меня позвали мужиком. Это у меня короткая большая. Женская логика. Так, вопрос от Анастасии. Вы пишите обязательно, кто за плюс, а кто за не плюс. Сейчас много баталий по этому поводу ведется. Вопрос от Анастасии Вяткиной. Пользовались ли вы когда-либо продукцией компании Avon? Что вы можете о ней сказать? И считаете ли её идентичность продукции Ariflame? Мы уже много раз отвечали на этот вопрос. Мы пользовались несколькими вещами. Нам очень нравится в Avon аксессуар. В основном аксессуарами. Несколькими вещами. Нет, ну там что-то присылали. Кремы не никогда в жизни. Кремы ужасные. Простите меня, все, кто Avon пользуется, но кремы очень тяжелые и очень ужасные просто. Ароматы очень тяжелые. Ну ароматы это на любителя. Декоративка, честно я вам скажу, непонятно она мне. Потому что на рынке много очень лучшей декоративки. Та люксовая серия, которая у них есть, почему-то пахнет либо бензином, либо ещё каким-то клеем. В общем она такая не очень. В принципе мне губная помада понравилась. Мне не понравилось вообще ни запах, ни как ложиться. Мне блески понравились. Мне не понравился абсолютно запах, но мне нравится как они ложатся и держатся. Это мне понравилось. Лаки для ногтей в принципе туда-сюда ещё можно. В основном аксессуары. Нам нравятся аксессуары. Аксессуары добротные. Да. По очень хорошим ценам, с замечательным совершенно потрясающим дизайном. Так что по аксессуарам Эйвен получает у нас 100 баллов. Да. Ну по аксессуарам Эйвен по-любому лучше, чем Ари Флейм. По поводу косметики, ещё раз. Ну недаром ни один американский влогер, нормальный американский и английский влогер, не делает обзор Эйвеновских продуктов. Хотя Эйвен в Англии. И в Америке, да, на первом месте. Там у них какая-то штаб-квартира. Да. Мы думали это каюта, а это штаб. Один раз Пиксио прорекламировали их тушь, которая как малярная кисточка была. Но они явно это сделали в качестве рекламы за деньги. Я купила эту тушь, она просто была ужасной. И я поняла, что они за деньги просто её прорекламировали и всё. Как бы никто из влогеров не рассказывает про эту косметику. Про Арифлейм не рассказывают в Америке просто потому, что Арифлейма нет в Америке. Если бы вы попали в 18, 19 или 20 век, кем бы вы были и чем занимались? Откуда мы знаем, кем бы мы были? Ну если бы в 20 веке мы были. Я жила в 20 веке. Там холодно и сложно будет. Если бы я попала в той семье, из которой я вышла. Ты бы хорошо жила. Я думаю, что я бы неплохо жила, потому что зажиточные были предки, всё было хорошо. А чем бы женщины все занимались? Я думаю, что революцию бы я не совершила. В смысле, чем женщине заниматься. Меня бы вообще не было. Но опять же, все женщины в нашем роду были образованы. Моя бабушка закончила гимназию. Так что я думаю, что я хорошо бы жила. Меня бы вообще не было. Почему? Потому что тебе бы никто не разрешил выйти замуж за армянина. Скорее всего, точно. Моих детей не было. Я бы неизвестно, за кого замуж вышла. Да, тебе бы выдали замуж. Ответьте, пожалуйста, кем бы вы были в 18-19 веке. Аньки бы вообще не было. Меня бы не было, да, вообще. И мы с вами обязательно увидимся завтра. А всё больше не это самое, да? Не, не это самое. Мы не это самое. Наши благодарности на сегодня. Я, вы знаете, пришла с работы, задрыхла. Просто ужасно задрыхла. Так что меня мама из-под подушек доставала. Но, как вы видите, я свежачком. А? Такая. И я уже выспалась. Мама уже спать хочет. Поэтому я очень благодарна, что я очень уже выспалась. Я не знаю, пока мама будет спать, чем я буду заниматься. Но я уже свежачком. Я благодарна за то, что, опять же, я практически всё, что наметила, выполнила. И я сняла видео. Коробочка Lurebox. Так что переходите на мой канал. Смотрите его. Я надеюсь, что выложу уже. Я не сняла видео. Коробочки Lurebox. У нас разные составы. Да, я об этом говорю как раз. Мама об этом говорит. Но я сегодня открою вам видео прошлой коробочки. Так что можете прошлую коробочку. Добрая, 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 добрая. Мы вас обнимаем крепко, 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 крепко. И желаем вам доброго утра. Счастливого дня. И спокойной ночи. Я люблю понедельники. Пишите вопросы. Пока-пока. 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 Пока-пока.